Мы на Бали, прилетели только что. Надеюсь, нас встретит Александр. Это наш человек, который работает вместе с нами в компании «Атлант». Он курирует Юго-Восточную Азию. Больше месяца находится уже здесь с нашими клиентами. Итак, вот мы встретились с Александром. Спасибо, что организовал встречу. Сейчас у нас в Москве кардинальные перемены в посольстве. Да, и вот как раз на эти перемены мы очень надеемся и рассчитываем, потому что новый посол – это все-таки какое-то движение. То есть я думаю, что с точки зрения наших клиентов из СНГ, это может быть какой-то значительный рывок в том плане, что визы начнут все-таки выдавать в гораздо больше объеме, чем это сейчас есть с нынешним Джоном Тептом, который уже очень долгое время послабляет, который сейчас уже как раз будет меняться. На самом деле это очень важное событие, потому что такое бывает. Это действительно значимое событие, потому что статистики отказов, подход и критерии работы посольства, алгоритм работы посольства фактически напрямую зависит от посла. И второй человек – это генеральный консул. То есть я думаю, что поменяется полностью команда. Ну а вот по поводу здесь, в Индонезии, как дела, что вы делали, чем занимались? Мы также отслеживаем ситуацию, которая происходит здесь, с точки зрения получения виз непосредственно индонезийцами. Здесь… Ну и приезжие. И приезжие, да. То есть в том числе тех, кого мы встречаем здесь. Ну то, что было заявлено, та процентность отказов, то есть это 11% по Индонезии, она так и есть. То есть визы люди получают и сюда едут многие. На острове Ява находятся два посольства США. Это в столице Индонезии Джакарта и буквально на километрах 500 – это город Сурабая. Второй по величине город. Ну а как разница есть между этим посольством и тем? То есть два посольства в стране? Ну я думаю, что с точки зрения удобства, наверное, Джакарта будет удобнее. И по ценам. И по ценам, да. Вот. Ну то есть мы проводим, у нас запланирована и дальше работа по экзит-полу, когда мы встречаем людей возле посольства, выясняем по неиммиграционным визам, какие приняты решения. Как раз вот Александр у нас здесь курирует этот вопрос. Ну а так вообще по ценам, вот если люди сюда приезжают, допустим, подают здесь, сколько нужно? Ну вообще как подготовка проходит и сколько по времени нужно человеку, чтобы подать на визу? Ну я думаю, что где-то ориентировочно три недели это занимает, да. То есть здесь же можно снять жилье очень недовольным способом. То есть это значительно дешевле, чем это делает в собственном Москве даже, если брать стран СНГ, люди, которые приезжают в Москву, это разница очень значительная. Ну в Москве, туда люди едут из СНГ в надежде, что получат визу. Я надеюсь, что с новым послом поменяется ситуация, на самом деле, отношение к гражданам СНГ, потому что люди едут подавать, подают и получают отказы. Очень много отказов мы сейчас уже проводим у нас. Даже несмотря на то, что мы здесь, в Москве идет работа. Также ребята возле посольства стоят, собирают нам цифры. И мы видим, с чем народ идет и что люди получают. Вот. По поводу вообще захода в посольство. Тоже интересный момент. У нас здесь либо Александр идет вместе с вами, как координатор в посольство, либо переводчик. То есть беспрепятственно к человеку можно зайти. Но, конечно, выгоднее, чтобы заходила группа лиц, потому что переводчик, чтобы попал в посольство, это нужно заплатить за него консульский сбор 160 долларов. Только после этого он может оказаться в посольстве. Ну, во всяком случае, вот у нас по Бангкопу как раз вот такая же ситуация. То есть просто так оказаться переводчику со своим клиентом нельзя. То есть он должен зайти только как заявитель, и потом уже там внутри сказать, что он как переводчик. То есть мы связались, и нам даже тайцы сказали, что только таким образом можно попасть. Но когда команда, многие из вас знают, что мы отправляем команды, там вот 10 человек, когда есть команда, туда может зайти координатор. Ну, а когда координатор, уже вообще вопросов никаких нет. Какая сейчас здесь погода? Погода очень хорошая, буквально вот, наверное, месяца полтора закончится сезон дождей, то есть сейчас здесь сухо и тепло. Там температура комфортная. Понятно, и цены здесь даже подешевле, чем в Таиланде, да? Да, абсолютно. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт USAGefisVisa, последний буквоз.ком, на наш новый сайт migrant defislawyer.com, в котором как раз будет отслеживаться ситуация с политубежищем, с российским гражданством по 62-му федеральному закону. Это упрощенный порядок получения российского гражданства. Мы делали об этом видео, еще раз напоминаем. Это очень перспективное направление, которое можно использовать, если вы до 90-го года рождения, до 91-го, когда распался Союз, вы можете спокойно этим правом воспользоваться. Заходите в нашу группу в Facebook, в группу ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке. Привет из Индонезии. Всем всего доброго, пока.